Теракт в Волгограде, как и любой теракт, безусловно, никого не радует. Характерно, однако, что крупные масштабные террористические атаки, типа тех, которые были в Норд-Осте или с захватом заложников в Беслане, сегодня не проходят. То есть такого рода масштабные, мощные, с невероятным числом заложников и жертв террористические атаки просто некому организовывать. Значит ли это, что террористические акты будут все меньше и меньше, и потом исчезнут? Ничуть. Терроризм сегодня и такая же честь нашей жизни, как авто или авиакатастрофы, как природные явления, типа смерчи или ураганов. В конце концов, Амур тоже затопил Дальний Восток. Единственный раз в таких масштабах, как это происходило, и сто лет до того такого не было. Ну и что теперь поделать? Терроризм сегодня это явление и американской, и европейской жизни, уж тем более жизни евроазиатской. Тем более, что Россия — это территория джихада. Джихад против нас давно объявлен, его готовы ввести тысячи, десятки тысяч человек. Многие из моджахедов, которые сегодня воюют в Сирии, а еще вчера воевали в Ливии или в Мали, тех, кто происходит с территории бывшего Советского Союза, говорят, что они, победив, во что они верят, отправятся на джихад в Россию, в том числе к Олимпиаде в Сочи, планируют создать нам массу сюрпризов. И поскольку территория России гигантская, по определению закрыть можно сравнительно легко столицу, но и вот сегодня значительные силы брошены на Сочи. Огромная страна, самой крупной в мире территории, не то чтобы полностью не защищена, а ничуть, но на защиту нужно выделять совершенно другие средства, привлекать другое количество людей. Надо просто включать на реверс реформу МВД Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что деньги должны выделяться не на штабные подразделения, а на сокращенных ныне силовиков в поле. И помимо восстановления численности, как минимум восстановления численности низовых подразделений, необходимо восстанавливать отделы борьбы с этнической преступностью, отделы борьбы с организованной преступностью, все то, что закрылось. Необходимо резко усиливать работу с агентурой Федерального бюро ФСБ. Федеральная служба безопасности в данном случае, опять-таки, должна работать по низу, в первую очередь с агентурой, с превентивной работой. Наверное, нужно усиливать работу на транспорте, логистику. Мышь не должна проскакивать через автобусные терминалы, железнодорожные вокзалы. Да, наверное, нужно будет включать ту же систему борьбы с терроризмом, что в Израиле, когда человека проверяют перед тем, как он ходит на автобусную станцию или в вокзал, я уже не говорю об аэропорту, проверяют в том числе и на предмет наличия у него чего-то в багаже. Ничего страшного здесь нет, жизнь такая. У нас же не было когда-то автомобилей, не было автомобильных катастроф. Но теперь они есть.